Сразу небольшой дисклеймер, даже два. Во-первых, стоит отличать полигамию от полигамности, да, и как бы здесь о полигамности не будет ничего, меня даже спрашивали там о свингерах, о секс-уайфе, это тоже не о том, хочу вас разочаровать, кто пришел именно за этим, но сегодня речь пойдет не о том. И еще один дисклеймер, то есть как бы я не популяризирую полигамию, я не призываю, я просто о ней рассказываю, что такое существует в нашей жизни, оно есть, где оно есть, с научной точки зрения, почему оно существует и как оно зародилось. Итак, начали. Полигамия. Это форма брака, при которой у одного партнера, супруга, у него есть несколько, два или несколько супругов противоположного пола. Все мы обычно знаем, это в мусульманских странах, да, то есть как бы нам более знакомы. И наиболее популярной формой полигамия является полигиния, это когда у одного мужчины является, ну, существует несколько жен. Где же распространена полигамия в той или иной форме? Это страны Африки, немножечко, ну, мусульманские страны, часть Азии, острова. Вот. В Африке наиболее распространено еще как бы с первобытных времен существует полигамия. Почему она существует? Скажем так, там занимаются собирательным сельским хозяйством, там скотоводчеством, соответственно, работы много, делать ее надо кому-то. Вот. И поэтому, если у одного мужчины есть несколько жен, они все могут делать больше работы. Соответственно, это более прибыльно для человека. То есть, у него может быть больше имущества, у него может быть больше детей, он может связать свою семью кровными узами с большим количеством других семей. Почему женщины на это как бы соглашаются в таких союзах? Ну, как бы работы много, опять-таки. Соответственно, если она одна, то ей надо там и убирать, и стирать, и готовить, и полоть грядки, и скот выгуливать, и так далее. А если их есть несколько, каждый занимается своим, и уже как бы проще. Вот. Поэтому это до сих пор там распространено, и даже на государственном уровне. Мусульмане. Это самая признанная полигамия из всех, полигиния. Мусульманские браки, то есть, их в процентном соотношении у всех мусульман полигиничных браков где-то 10-15 процентов, не более. Почему это выгодно? Опять-таки, потому что только богатый мужчина может себе позволить иметь несколько жен. И только они как бы признаны практически везде. Ну, и разорвать их, конечно, тоже довольно-таки просто, то есть, при нескольких свидетелях. Я от тебя отказываюсь три раза, сына, там все заканчивается. Христианство. Вроде бы в христианстве полигиния, полигамия, она не принята. Она запрещается. Но, тем не менее, если мы обратимся к священному писанию, то практически у всех было, как минимум, несколько жен. То есть, у Экова у него было сначала, он хотел жениться на Архиле, но там сделали подмену такую хитро-мудрую. И утром он обнаружил, что это не та. Потом ему дали уже вторую, вот, Лию. Ну, то есть, как бы там была Лия вместо нее. Ну, они жили вдвоем. Потом каждая из них дала ему еще свою служанку. В итоге у всех было 13 детей. Одна девочка и 12 мальчиков, и они начали... 12 колен Израилевых. И практически у всех было хотя бы несколько жен. Ну, рекордсменом это Соломон, у которого было 700 жен и 300 наложниц. Ну, даже, как бы, те, кто трактуют Библию, все говорят, что это было немножечко too much, может быть, и поэтому там были свои проблемы. Но не потому что их было много, а потому что, как бы, многие были не христианки. Вот. Переходя из этого, можем сказать, что в христианстве до сих пор, ну, как не до сих пор, до недавних пор, в некой мере были приемлемы полигамные браки. В каких случаях? Если это было гендерное неравенство. То есть, происходила какая-то война, допустим, 30-летняя война в Европе. И соотношение мужчин и женщин кардинально менялось. Тогда, в принципе, на это закрывали глаза, дабы как-то более-менее уравновесить. Вот. Известный случай, когда был в Парагвае, была война в 1865 году, там соотношение между мужчинами и женщинами было 1 к 30. Вот. Поэтому на это очень прозрачно смотрели, дабы выровнять ситуацию. Если переходить к другой религии, это иудаизм. В иудаизме также запрещено было полигине. Под гнетом, так скажем, под влиянием христианства ее запретили приблизительно в 1000 году на некий срок. И сейчас вот существует движение, ну, я, к сожалению, ничего не могу сказать, как оно правильно называется, да. Они выступают за то, чтобы все-таки восстановить. И это довольно-таки активное, популярное. Сейчас существует в Иерусалиме. Пока у них успехов нету, но кто его знает, как дела пойдут дальше. Мормоны. Христианская ветка. Или христиане... Христа последних дней, значит. Бригам Янг имел 50 жен. И, соответственно, у них можно было и до сих пор можно... Полигиничные отношения не разрешены. Да и также, как бы, если у тебя нет нескольких жен, хотя бы, ты не можешь войти во врата рая. То есть это и нужно. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах полигамия, она запрещена, то есть это нельзя, и она еще и преследуется уголовно, тем не менее, она все еще имеет место быть. И вот это Коди Браун и его четыре жены. Они снимались в популярном шоу, которое проходило, по-моему, на BBC, если я не ошибаюсь, ну, на каком-то канале. Несколько сезонов было, четыре. У них там 18 детей на всех. В общем, после этого шоу их начали так постепенненько преследовать, и они переезжали со штата в штат, потому что в многих штатах даже намерение, как бы, какие-то полигиничные или полигамные отношения вступить, оно карается законом. Но он говорит, что он, как бы, официально, у него отношения только с одной из его жен, а все остальные, они, как бы, вместе живут. Ну, с учетом того, что они живут вместе, у них 18 детей, и это все совместное хозяйство, как бы, там у правительства США есть вопросы некоторые. Это предыдущий король Бутана. У него четыре жены. Чем интересно, то есть, как бы, не только для того, чтобы работать, полигамия популярна и среди аристократии, да, но эти все четыре женщины, они еще являются родными сестрами. То есть, это такой вид полигамии, который называется сэроральная полигамия, когда вот все женщины являются между собой сестрами. Переходим дальше. Второй подвид полигамии – это полиандрия, когда у одной женщины несколько мужчин. Не так развито сейчас, не так популярно, совсем не так популярно. Вот. В Индии, в Южных Штатах некоторых, в Непале, Тибет, некоторые островные государства. Там еще это, как бы, распространено, не везде разрешено. Допустим, в Непале на Тибете оно запрещено. Но, тем не менее, до сих пор все есть. В Махабхарате Драупати попросила у Шивы мужа. Попросила пять раз. Ну, и добрый бог дал ей пять мужей, да, то есть, как бы, вот. Это уже, это первое, это, это первое упоминание, как бы, письменное о полиандрии. Когда мы говорим о полиандрии, да, как мы себе представляем это, ну, как-то вот так, да, в современном варианте, вот, не пять тысяч лет назад. А как это выглядит на самом деле? Да, не очень. Это, вот, в Непал, Тибет, вот, оттуда. Почему это популярно там? Почва бедная, прокормить всех не может. Соответственно, ну, и неравенство. То есть, женщин там меньше. Вследствие селективных абортов и так далее, там женщин, в принципе, меньше. Но, тем не менее, высока мужская смертность. Поэтому, если у нее будет один муж, он рискует умереть рано, она останется одна с детьми. Поэтому, если в семье есть пятеро братьев, кстати, обычно там есть фротернальная полиандрия, это когда все мужья являются между собой братьями, им выгоднее взять одну жену, дабы не делить землю, имущество, скот и все-все-все прочее, и жить одной большой дружной семьей. Вот. Тогда это все остается внутри семьи. Все счастливы, довольны, как бы, чего еще желать. В современном мире еще вот в Канди, на Шри-Ланке, у них по кандийскому брачному закону, может быть, полиандрия, она разрешена. То есть, если там это просто дань традиции, она официально запрещена, но, тем не менее, она существует. То на Шри-Ланке, может быть, не развито, не популярно, как бы, но есть. Там есть такое понятие, как ассоциативная полиандрия. То есть, если мы поженились, у нас пока моногамный брак. Но со временем туда могут добавляться еще другие мужчины. То есть, это не сразу, а со временем они добавляются. Также возможен в таком варианте еще и групповой брак. Если туда еще добавляется еще, допустим, женщина. В каких случаях? Если, к примеру, эта женщина бесплодна, то есть, у нее не может быть детей, тогда еще добавляется еще одна женщина, и у них уже целая группа. Это тоже отдельный вариант брака. В Кении в 2013 году Джойс Вамбуи, она была вдова, у нее двое детей, близняшки, и она параллельно встречалась с двумя мужчинами. В какой-то момент они оба узнали об этом, но никто не хотел завершать эти отношения, и они подумали, а почему бы, собственно говоря, не сделать такую вещь, как брак на троих. В Кении с этим намного проще, они подписали контракт, и вот до сих пор живут счастливым полиандрическим браком. Это то, что из современных моментов. В культуре, в нашей поп-культуре, полигамия, полигиния, полиандрия, это все довольно-таки распространено. ТВ-шоу, Big Love, Sister Wives, опять-таки это с тем же Коби Брауном, это просто исторически о мормонах. Там уже полигиничные больше отношения. В женских романах, мне просто было интересно, я преследовала эту тему, ну, так там больше полиандрических всяких разных отношений, в разных вариантах, и это очень популярная нынче тема. Видимо, на волне феминизма, не знаю, может быть. Но, тем не менее, это все интересно, ярко, красиво на картинках. Но надо не забывать о том, что у любой медали есть две стороны, и если у вас есть в два раза больше жен или в два раза больше мужей, да, здесь есть свои плюсы, но также минусов тоже умножаются в несколько раз. Поэтому, прежде чем заниматься, вступать в такие отношения, стоит хорошо подумать, что я хочу вам пожелать, независимо от того, сколько у вас мужей или жен, находитесь ли вы или вы одни. Я желаю вам быть в гармонии с самим собой и наслаждаться жизнью. Спасибо. Да, я хотела спросить, насколько это вообще полезно или не полезно для жизни человека в психологическом и физическом смысле? Это зависит от среды, в которой человек воспитывался. То есть, как бы в африканских странах это очень даже полезно. Во-первых, потому что женщина сразу знает, этот человек богат, у него нет дефектов, у него все хорошо, соответственно, вариантов выжить больше, работы меньше. Дети, скорее всего, тоже больше вероятность того, что они выживут. Им плюс. У мормонов, допустим, там очень деструктивные отношения, потому что многие уходят оттуда, причем зная, что они попадут в ад, то есть по их восприятию, но они, тем не менее, готовы попасть в ад, но только уйти оттуда. То есть это все индивидуально и зависит от данной конкретной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...